Вы знаете, сложно даже сказать, что мы были на оккупированной территории, в глубоком тылу врага и занимались эвакуацией наших мариупольцев из города Бердянска. Пять дней обещаний, пять дней надежд, пять дней мечтаний о спасении жизней тысяч мариупольцев. Мы встретили и дуло автомата, и дуло пулемета, и военизированный конвой. Мы хотели, чтобы спаслись наши родные и близкие, наши мариупольцы, чтобы можно было сохранить как можно больше жизней. Мы жили этой надеждой. Но, к сожалению, нас, как и на протяжении всех этих долгих, уже дни войны, просто обманывали. Но мы жили этой надеждой. Нам не обеспечили режима тишины, но, тем не менее, был открыт коридор, и наши мариупольцы под выстрелами орудий, под разрывами градов, под налетами авиации, отчаявшись, выезжали из города Мариуполь. Это удалось сделать порядка шести с половиной тысяч машин за последние два дня, покинули город Мариуполь. Истерзанные, с разбитыми стеклами, с искорюженными автомобилями, заклеенными пленками, с напуганными глазами, которые отводили взгляд в сторону. Где-то даже не узнавали, а, может, не обращали внимания. Но нам было неважно. Важно было видеть то, что они спасены, что у них появляется еще маленький шанс на жизнь. В это непростое время, в условиях войны. Эта миссия стала возможной, потому что с нами были и духовенство, и работники Красного Креста, и до сих пор, и обычные водители, которые героически точно так же под дулами орудий и под залпами снарядов прорывались в город Бердянск. И вы знаете, сегодня утром в третьей школе города Бердянска я встретил наших мариупольцев, которые со слезами на глазах сказали о том, как они долгое десять дней жили в этом подвале. Жили с надеждой, что придет конвой, их спасут. И они вчера вырвались, и сегодня плакали, и я вместе с ними. А сегодня пришла такая страшная трагедия, очередная трагедия. У нас уже искореженный мариуполь, от которого уже практически ничего не осталось. Сегодня прямым попаданием был разбит драм-театр, где прятались как раз эти люди. И они говорят, как же нам повезло. Но мы знаем, что, к сожалению, сегодня многим не повезло. И это ужасная трагедия. Но мы не будем сдаваться. Мы будем делать все, чтобы, насколько это сегодня возможно. Чтобы зеленый коридор работал. Чтобы люди имели возможность эвакуироваться любым способом. Частным автомобилем, автобусами. Сегодня даже люди пешком приходили в Мануш, чтобы добраться на подконтрольную территорию Украины. Сегодня страшно в это поверить. Мы живем в страшное время, которое называется войной. Мы тяжело воспринимаем это все. Мы отрицаем, мы не понимаем, мы хотим закрыть глаза и забыть, как страшный сон, все то, что с нами сегодня происходит. Мы открываем и видим опять войну. Видим разруху. Видим весь этот ужас. Но сегодня те люди, которые добрались до Запорожья, они уже начинают привыкать к тому, как можно заснуть без залповородий, без разрыва градов. Это на самом деле очень страшно. Сейчас все страшная война, которая отнимает самое ценное, что у нас есть. Наших друзей, наших родных и близких. И это сегодня, к сожалению, можно назвать только одним словом. Иноцит нашей нации, нашего украинского народа. Я уверен, что наступит тот день, когда мы вместе поднимем из руин наш прекрасный город Мариуполь. Но, к сожалению, мы не поднимем тех, кого забрала эта ужасная война. Но мы точно их не забудем. И не забудем тем, кто совершил это страшное зло на нашей украинской земле. Мы сильные, потому что мы украинцы. Все будет Мариуполь, потому что Мариуполь – это Украина.